Никакого гламура, глянца и слоев фотошопа. Все предельно реалистично, местами печально, но уютно. А все потому, что на фотографиях обычная, неприхотливая деревенская жизнь. Жизнь российской провинции эпохи 90-х годов прошлого века. Так ее видели фото корреспондента легендарного новостного агентства «ИТАРТАС». 18 авторов во главе с создателем этого проекта Игорем Зотиным обратили свое внимание на малые города, деревни, на их жизнь переломные, странные и порою мучительные 90-е. Обращаясь к зрителям, Игорь Зотин писал. В недавнем прошлом мы говорили высокие слова о любви к отчизне, но несправедливо забывали малую родину, маленький городок, село, родную деревушку. А сейчас обращаем к ней взор как спасительницы с надеждой на исцеление и возрождение души. Спустя два десятка лет кажется, что тема нестоличной жизни стала актуальной еще больше. И еще больше нынешняя провинция нуждается во внимании, человеческих руках, любви и теплоте. Как не отнестись теплотой, любовью, душой к людям, которые, вот как здесь вот такой Филиппыч показан, да, живет с малых лет слепой, но живет в деревне, не отчаялся, самостоятельно научился читать, самостоятельно научился добывать хлеб насущный. А вся деревня любит его, потому что он своими ручками, пальчиками, часовой механизм, утюг починить, пожалуйста, всегда может. Эти работы подарил Череповцу Московский дом фотографий, ныне мультимедиа-арт-музей. Работы фотокорреспондентов ТАСС в город на Шексне привезла лично основатель и бессменный руководитель дома фотографий Ольга Свиблова. Их показали дважды в 1997 и 1999 годах. До сегодняшнего дня экспозиция хранилась в фондах музейного объединения. Всего 90 работ. В этом зале представлены 55. И так же, как 20 лет назад, фотопроект называется «Малая Родина». Пожалуй, каждый человек родом из Советского Союза, из 90-х, имеет свои похожие воспоминания. Они теплые, хранят отпечаток детства, юности, молодости. И каждый человек на этой выставке найдет свою фотографию. Вот это напоминает мне о моем детстве, о моей малой родине, когда каждое лето мы с сестрой и мамой отправлялись на речку, и вот на таких же в точности мазках стирали все. Постельное белье, верхнюю одежду, ковры. Это был своеобразный массовый ритуал нашего маленького городка. И так было повсюду, во всех провинциальных уголках нашей страны. А вместе с теплыми воспоминаниями, яркие и неприглядные картины гибнущих памятников культуры, остатков прошлой эпохи. Что же с нами происходит, спрашивают авторы. Почему мы так безответственны? А ответа нет и по сей день. Вера Кучеренко, Виталий Присмотров, Новости.